Почему в постковидном периоде снижается ферритин, который поднять очень сложно? Замешан ли в этом гипсидин и гипсидиноподобный фрагмент коронавируса? Это один вопрос. И ее же почему откапливать с железом в постковиде плохо? Ну, во-первых, мы ничего не знаем про обмен железа в ковиде. Я вам честно скажу, статей по этому поводу довольно много, они противоречивы, разноречивы. Мы знаем о том, что ферритин – это активный белок воспалительного генеза. Почему он повышается, причем здесь воспаление ферритин, понять трудно. Скорее всего, идет мобилизация железа для приактивации воспалительных реакций, макрофагов, лимфоцитов и прочего-прочего. В зависимости от того, насколько реальный дефицит у человека железа, может быть разные реакции. Вот мы в постковидном синдроме видим у 20% примерно все-таки повышенный ферритин, а не пониженный. Но иногда очень редко вижу пониженный. Я специально этим не занимался. Я думаю, что вообще нужно подождать некоторое время, когда успокоится ситуация с воспалением у больных и станет более-менее стабильно для каждого конкретного пациента. И потом снова подходить к вопросу о изменении ферритина, запасов железа, гемоглобина и так далее. Потому что уже очень разнонаправленные. Гемоглобин высокий, ферритин низкий. Ну, вот что с этим делать? Да ничего не делать. Уж рассуждения про гипсидин и прочие вещи, ну, это очень сложно, мне кажется. Гипсидин, по-моему, к ферритину вообще отношения не имеет. Фактор всасывания, скорее, железа, чем...